Да, коллеги, добрый день. Я представляю группу компании IT Global. Я отвечаю за направление сервисов, как уже сказали, и хочу сегодня с вами и пообщаться о сервисах, об облачных сервисах. Вы очень много прослушали от моих коллег о на ТАПе и даже об использовании публичных облаков в медицинских организациях. Уверена, что вам захотелось иметь хоть какой-нибудь на ТАПе себя и желательно несколько и с разными технологиями под разные задачи. Но часто сталкиваемся с тем, что приходим с заказчиком, рассказываем, как к медицинским организациям в том числе, как здорово все можно организовать при помощи топового оборудования, но, к сожалению, такого бюджета нет. В прошлом году сталкивались вообще с тотальным отсутствием бюджета на IT-инфраструктуру, потому что кризис, да, все болеют, в медицине есть масса других задач, как сейчас спасать людей, какое оборудование необходимо закупить. И все закупки в IT стояли на стопе. Поэтому мы предлагаем альтернативный вариант – это использование облаков. Коллеги мои про облака уже немножко рассказали, про EAS, про Amazon, Azure – все это понятно и здорово, но, естественно, от всех мы постоянно слышим, что нам это не подходит. И сюрприз вообще далеко не всем подходит EAS, не всем организациям, не только медицинским. И, естественно, у вас есть свои требования к безопасности, ко всему остальному. И действительно, EAS вам годится только для задач, не связанных с персональными данными, с медицинскими данными. И для него вы можете пойти, для таких задач, которые не связаны, вы можете обратиться к любому EAS-провайтеру и разместиться там. Но что хочется донести? Уже 12-13 лет мы транслируем это в массы, и особенно последние годы. Медицинские данные, наличие медицинских данных в системах и УЗ-2, уровень защищенности второй – это не приговор. Ваш выбор – это, да, не EAS, это Private Cloud. Вы часто, наверное, сталкиваетесь с предложениями облачных провайдеров об аренде Private Cloud, но важно понимать, что большинство организаций имеют в виду под фразой Private Cloud совершенно отличные вещи от того, о чем сейчас я буду говорить. Private – это выделенная инфраструктура, да, выделенное облако, выделенная виртуальная инфраструктура в аренду именно под вас. Степень изолированности этого Private может быть разной, и это могут быть как отдельный кластер серверов, так и полностью отдельная виртуальная инфраструктура, там, отдельное оборудование, сетевая обвязка, отдельные стойки, отдельная клетка в дата-центре под вас. То есть какие бы ни были требования к вашей организации у государственных органов или у каких-то ваших ЭБшников, все это выполнимо при аренде Private. Зато это позволяет не требовать от своей организации каких-то огромных затрат на построение инфраструктуры разовых, если вдруг сейчас неподходящее время, а взять это где-то в аренду, например, у нас в IT Global мы готовы проработать любой вариант. Это надежно, ну, естественно, каждый компонент инфраструктуры зарезервирован, мы используем только топовое оборудование, любимый нетап разных серий разных моделей, как и FF, так и Е-серии под разные задачи. Это высокодоступно, ну, потому что каждый элемент задублирован, зарезервирован, мы разнесем все это в разные стойки, у вас не будет единой точки отказа вообще. Нет капексов, ну, соответственно, вам не нужно первоначально вкладываться во что бы то ни было. Все это вы берете в аренду, там максимум инсталляционный платеж какой-то вас ожидает. Возможно, любая кастомизация, мы в курсе, что у вас есть различные средства защиты информации, все это поможем реализовать, кастомизировать под них облако и, соответственно, установить любые средства защиты. И поможем с пакетом организационно-распорядительной документации. На самом деле, вот это самый важный пункт, потому что если к вам придет проверяющий, он никогда не пойдет смотреть, как у вас организована физически ваша инфраструктура. Первое, что вас проверят, это пакет ОРД. Если он у вас есть и с ним все в порядке, дальше, скорее всего, никто проверять не будет, у них просто нет полномочий проверять вашу IT-инфраструктуру именно. Если же у вас с этим пакетом проблемы, с пакетом документации, то вам выпишут предписание, даже если у вас все абсолютно идеально, со всеми средствами защиты в облаке или у себя, даже он премис, неважно где организовано. Что же входит в такой классический в нашем понимании Private Cloud? ОРД. Естественно, это то оборудование, на котором все привыкли в виртуализации, в интерпрайзной виртуализации жить. Это система хранения данных на ТАП, это сервер ЦИСКа и это VMware. И, естественно, для бэкапа используется решение Vim. Где все это располагается? В лучшем сертифицированном СОДе Российской Федерации. Это Data Space СОД. Все мы, наверное, ну, большинство, кто пытался в эту тему вникать, знают, что этот СОД со всеми тремя сертификатами ТЕР-3. И площадка, соответственно, аттестована по FZ-152. И наша площадка. И этот аттестат говорит о том, что мы можем на базе нашей площадки развернуть любую вашу инфраструктуру под FZ-152, разместив все средства защиты информации. Вы получите команду из 40 или 50 плюс высококлассных специалистов. Это и первая линия поддержки круглосуточная, которая будет отвечать на заявки от ваших отдельных медицинских центров 24 на 7. Вам вообще не нужно будет свою заводить круглосуточную поддержку. Это и вторая, третья линия высококлассные в МВАРе специалисты, которые помогут разобраться в каких-то более глубоких проблемах. Немножко в минутках высоства наш ВМВАР-инженер главный, отвечающий за услугу, в прошлом году на международной конференции занял первое место среди всех специалистов в МВАРных лабораторных работах. Соответственно, вам не нужно будет нанимать своих каких-то дорогостоящих специалистов, потому что они вам просто не потребуются, если вы выберете этот вариант. Не очень хочу углубляться дальше в облака, потому что сегодня уже про технологии рассказали все. Про облака, IaaS, Private, все остальное тоже уже озвучили. И хотелось бы отметить, что IT Global — это больше, чем интегратор и облачный провайдер. К нам можно обращаться не только за оборудованием, не только за приватным облаком, допустим, оно у вас уже есть от нас или не от нас, но также мы оказываем консалтинг и аудиты в области ИБ различные. И отдельно хочу заострить внимание на том, что у нас есть собственные разработки. Разработки различные. У нас есть и своя система виртуализации. Ну, соответственно, это будет российская разработка. Если вдруг какой-то санкционный заказчик, и у вас есть с этим проблемы, или есть предписание использовать только отечественный софт, мы готовы всегда вам помочь и предложить нашу систему виртуализации. У нас есть своя ITSM-система и даже есть решения для медицинских организаций. Ну, естественно, мы готовы взяться за реализацию инфраструктурных проектов под ключ любой сложности. Если мы представим такой пирог, да, слоеный пирог из того, что вы можете получить в эти Global.com для своей организации, это и сертифицированный ЦО, да, у нас изначально идет, это аренда топового оборудования в любом варианте, хоть аренда оборудования, хоть облако, это лидеры рынка виртуализации, да, прекрасная виртуализация и замечательные специалисты. Так вот, если мы все это вместе объединим, то мы получим IT Global и полноценную инфраструктуру вашу под ключ. Отдельно уделю внимание собственным разработкам. Мы в прошлом году занялись такой немножко специфичной для нас деятельностью. Одна из компаний, из нашей группы компаний, и разработали медицинский голосовой помощник. Сделан, реализован он на базе нашей ITSM-системы, и это такой некий программно-аппаратный комплекс, когда в каждой палате пациента устанавливается, ну, по сути, какой-то динамик и микрофон, и пациент может без использования каких-то кнопок и вообще без движений обратиться за медицинской помощью. Каждый из вас, наверное, привык, что везде есть там Сирия, Алиса или еще что-то. Я постоянно прихожу в гости к друзьям, и никто уже не включает музыку, залезая к кому-то в телефон, ты говоришь, привет, Алиса, включи ко мне песню. Так вот почему-то то, где это действительно необходимо, то, где у вас руки не то что заняты, а может быть они и не функционируют, там это до сих пор не используется, да, в палате лечебной. Подумав в прошлом году о вот этих проблемах существующих и недостатке таких технологий, мы решили такую вещь реализовать. И, кстати, получили огромный просто отклик от рынка. У нас есть уже довольно много желающих реализовать это в своих клиниках. Это и реабилитационные центры, где люди могут быть полностью обездвижены. Это и какие-то реанимации послеоперационные палаты, где людям тяжело двигаться. Собственно, что это из себя представляет? Больной может сказать, по аналогии с «Привет, Алиса», обратиться к системе и сказать, что у него не так. То есть он говорит, мне очень больно, мне плохо, позовите медсестру. Система анализирует, не только переводит это в текст, но анализирует этот запрос и понимает, что это нужно, например, на пульт медсестре отправить, чтобы она пришла уже сразу с обезболивающим и не бегала туда-сюда и не спрашивала, что у вас случилось. Если это какой-то типовой запрос, когда будет обед, система может распознать все типовые запросы, которые вы ей заведете, и рассказать о графике приема пищи или каком-то любом другом графике. Если это какой-то более сложный запрос, она может воспроизвести даже какие-то медицинские данные, рекомендации или что-то еще, что вы в нее опять-таки заложите, либо просто заведет тикет, который будет отправлен на пост медперсоналу или врачу лечащему, и сотрудники придут и окажут помощь оперативно. Это уменьшает время отклика между пациентом и медицинским персоналом и улучшает качество. То есть человек не страдает долго, он говорит все, что ему нужно и получает необходимую помощь. Ну, а, собственно, для чего вы нужны, чтобы помогать больным.